Как бы это вам не показалось странным, но даже выпуски открытой политики имеют свою себестоимость и мы складываем ее исключительно из ваших пожертвований. Так что не забывайте помогать нашему каналу, к сожалению, это можно сделать только одним способом, перечислив деньги на наш расчетный счет, который мы указываем в каждом нашем выпуске и дублируем под каждым нашим видео. На минувшей неделе БСТ пришлось молчать об очень многом. У меня даже складывается впечатление, что скоро оно замолчит совсем, потому что ему не о чем будет говорить. Но в частности, на этой неделе БСТ нам, конечно же, не расскажет о том, что в республике Башкортостан случился первый поджог военкомата. В Архангельском районе республики кто-то бросил что-то самовоспламеняющееся в помещении военкомата и он загорелся. Судя по восторженным заявлениям Радио Фаридовича Хабирова о том, с каким воодушевлением граждане Башкортостана отправляются на смерть за родину и за Путина, судя по этому, жители Архангельского района подожгли свой военкомат исключительно от переизбытка патриотических чувств. Иной версии у меня не появляется. А вот на ярмарке в селе Кушнаренково случился совсем не патриотический случай, о котором нам тоже не расскажет БСТ. Речь идет о том, что во время бойкой торговли сельхозпродукцией из громкоговорителей на площади вместо прощания славянки вдруг раздалась песня на украинском языке «Щеньев мерла Украина» в исполнении Верки Сердючки. Но бдительные сельские патриоты в лице Флюра Галиева с места связались с Центром управления республикой и доложили оперативную обстановку в селе Кушнаренково. В итоге взыскание было наложено на начальника отдела культуры Кушнаренковской районной администрации некого Александра Десяткина. Его сочли виновным в трансляции вот этой крамольной песни, да еще и на украинском языке. Центр управления республикой счел его виновным в этой идеологической диверсии и подверг обструкции. Также мы ожидаем, что бдительный Флюр Галиев будет представлен к правительственной награде и без очереди отправлен в окопы под Херсоном. Флюр Галиев помалкивает БСТ и о том, что команде Х не удалось вытащить Фокса с Кичи, то есть Бориса Беляева с домашнего ареста. На минувшей неделе инстанция суда отказала в ходатайстве о изменении меры пресечения и Борис Беляев опять оказывается под домашним арестом. Я не очень понимаю, как он там куда-то на несколько дней прогулялся, видимо просто срок санкции вышел, но теперь он опять под домашним арестом. И команда Х не оставляет своих попыток вызволить уже год как арестованного вице-премьера Бориса Беляева из-за стенок кровавого режима. Целое Министерство экономики, экономического развития Республики Башкортостан для этого обратилось в суд и выдвинуло иск против Фонда развития моногородов Российской Федерации, который, собственно, выступает одной из сторон, пострадавшей стороной в этом судебном процессе над господином Беляевым. А вот с Романом Бабаяном, чье имя вообще запрещено произносить на БСТ, несколько все иначе. Его удалось вытащить из-под домашнего ареста вопреки тому, что статьи, которые ему вменяют, никак это все не позволяют сделать. Злые языки говорят о том, что родня Романа Бабаяна собирала крупную сумму денег буквально накануне этого радостного события. Но мы, конечно же, никак не связываем освобождение из-под домашнего ареста брата, жены Хабирова и сбор вот этих вот крупных сумм денег. И уж точно не расскажет нам БСТ о том, что на минувшей неделе прямо из кабины авиалайнера, который собирался было вылететь из Уфы в Анталию, был мобилизован второй пилот экипажа. Вот реально прямо из кабины его забрали, мобилизовали в армию. В итоге рейс Уфа-Анталия задержали на 9 часов, он потом худо-бедно вылетел. Был найден, видимо, экстренно другой сменный пилот, но случай вопиющий и облетевший все новостные источники Российской Федерации. О поступивших статистических данных БСТ тоже нам старается не рассказывать, но мы расскажем о том, что на прошедшей неделе выяснилось количество вахтовиков, которые работают за пределами региона в Башкирии. Эта цифра более 160 тысяч человек. Вот 160 тысяч взрослых, в основном мужчин, выезжают работать за пределы Башкирии. Настолько плохо с работой в Башкирии. А что такое 160 тысяч работающих мужчин? Это каждый 25-й житель республики вообще и каждый 7-й трудоспособный в частности. Вот такие замечательные возможности для самореализации создал в республике дорогой Радий Фаритович. Самым громким республиканским событием минувшей недели, конечно же, стало открытие памятника Менигалише и Муратову и 112-й башкирской кавалерийской дивизии на Советской площади в день республики 11 октября. Прибыли гости, ну, как говорится, с миру по нитке, был изрядно поиздержавшийся в своей значимости репутации господин Мединский, был глава новоявленного региона Донецкой народной республики господин Пушилин, с грехом пополам сдернули тряпку с монумента и явили всем это чудо. Ну, сам архитектурно-скульптурный ансамбль, конечно же, ошеломляет своей эклектичностью и нелепостью. Ну, пожалуй, это лучшая иллюстрация отсутствия вкуса у самого Хабирова и его команды. Такое ощущение, что натолкали все, о чем помнили, знали, вспомнили, придумали, а потом еще и в конце концов, в самый последний момент решили еще что-то добавить. Если внимательно присмотреться к этой скульптурной композиции, то вы там видите все. Там и флора, и фауна, и зверушки, и травка, и всевозможное стрелковое оружие, средневековая амуниция, кони, люди, салават, юлаев в два раза, северные амуры, триумфальная арка Парижа. Странно, что среди вот этих многочисленных элементов нет самого Радио Фаритовича, побеждающего, например, французов в Бородинском сражении, или Азата Бодранова, который наступает на горло гидре украинского нацизма. Ну, действительно, недоработочка вышла. Ощущение того, что они все добавляли и добавляли туда то, что припоминают, правда меня не покидало, пока я шел по кругу, осматривал все вот это поразительно безвкусное великолепие. Монумент уже бурно обсуждается с жителями Уфы. Мнения, конечно же, разделились, но тут, как говорится, кому и кобыл невеста. А миллиард рублей, тем не менее, успешно освоен командой Х, и уже, как говорится, можете о нем забыть. Власти нехотя отбиваются от нападок капризных искусствоведов, заявляют, что криво воткнутые на косогоре колонны – это вообще некий художественный прием, а в остальном вы ни черта не понимаете. Затаив дыхание, вся республика наблюдает за тем, как неспешно, степенно и основательно собирается защищать нашу родину знаменитый на всю Россию доброволец, азат, солдат. На минувшей неделе, впрочем, стало известно, что никакого контракта с Министерством обороны он все еще не заключил. И то знаменитое заявление, которое он всем продемонстрировал, которое он написал на имя Хабирова, за которое, собственно, прямо за это заявление чуть было Хабиров, его не наградил каким-нибудь орденом. Но на самом деле, что это заявление значило? Оказывается, ничего. То есть, со своей работы, где он числился до этого, азат, солдат так и не ушел, с Министерством обороны никакого контракта так и не заключил. Ну, собственно, а Ради Фаридович, он же ведь не военком. Совершенно непонятно, где теперь трудится азат, солдат, в данный конкретный момент. Совсем недавно он заявлял, что он уже не работает в правительстве. И последним его действием там было заявление в правоохранительные органы с требованием включить его недавнего друга Мурзагулова в состав иноагентов. Но, с другой стороны, и в Министерстве обороны он никакого контракта не заключил. Сам азат, солдат, вяло и довольно бездарно, конечно, отмазывается в соцсетях. Дескать, тренируется он денно и ношно в тирах, в спортзалах, в саунах, в караоке, в прочих усилительных заведениях. Но многие из мобилизованных, те, кто мокнут сейчас в палатках и всяких разных других неприспособленных укрытиях на полигонах и в частях Министерства обороны, они задают совершенно резонный вопрос, что вот так вот можно было, как азат, солдат, не торопясь, в тепле, да еще и подбирать себе амуницию. Жители Башкирии печально шутят, что азат, солдат Барданов настолько не торопятся отправиться в специальную военную операцию, что за ним сюда уже приехал господин Пушилин, чтобы забрать его на передовую туда под Херсон. Не знаю, это, конечно, довольно-таки такие мрачные шутки. В ответ на все это в соцсетях Барданов жалобно требует не плевать ему в спину. Но, знаете, уважаемые товарищи, для того, чтобы вам не плевали в спину, нужно необходимо как бы как минимум повернуться к армии лицом, а к своим согражданам спиной и таким вот четким шагом отправиться туда, в сторону передовой. И да, быть оплеванным соотечественниками в подобных обстоятельствах у таких воинов, как господин азат, солдат Барданов, очень высоки шансы быть оплеванными. Так что я думаю, что все это еще впереди. Ну, от себя, как политтехнолог, я, конечно, замечу, что вот все это было сделано абсолютно по-идиотски. Если уж там, в Белом доме, они решили, что надо доказать людям, что вот эта вот мобилизация – это хорошо и правильно, и мы отправим туда одного из своих представителей, ну, надо было хотя бы уж как-то имитировать достоверно все это дело. Ну, объявили бы торжественно о том, что вот азат-солдат написал заявление, и он теперь, значит, доброволец. Все, похлопали по плечу, на камеры сняли, как он уходит куда-нибудь там вдаль, в шинели и в гимнастерке, и пропал бы на пару-тройку месяцев. Бухал бы где-нибудь у бабушки в деревне, никто бы ничего не знал. Ну, в течение этих двух-трех месяцев сняли бы пару бодрых роликов о том, как он на передовой, значит, там геройствует, бросает гранату из окопа. Через два-три месяца закопченного, значит, возвращают обратно, героически можно немножко подраненного, ну, чтобы по всему пузу были равномерно размещены ордена и медали ДНР и Российской Федерации. Все. Вот пиар-задача была бы решена. Конечно, не поздно и сейчас примерно вот такую операцию провернуть. Я не удивлюсь, что так и случится. Я же им теперь подсказал. Но все-таки для достоверности, для достоверности совсем, чтобы убедить, как бы жестоко это ни звучало, по сценарию, азад солдат должен пасть смертью храбрых. Вот на этой вот специальной военной операции, вот тогда вообще будет достоверно, и его можно даже где-нибудь там на Советской площади будет захоронить под салют, стрельбу из пушек и слезы безутешных почитательниц. Но я думаю, что на такую жертву они пойти никак не могут, а сам азад солдат прекрасно понимает, что ему, как говорится, такой вариант подходит меньше всего. В кулуарах Белого дома поговаривают о том, что перед Хабировым стоял выбор, кого отправлять демонстративно на специальную военную операцию, Борданова или Мавлеева. Оба они изрядно достали главу региона своей неуправляемостью и недоумением. Ну, правда, вот лучше бы все-таки Хабиров отправил Мавлеева. Но тут, видимо, Папаня вмешался, врубился и губить отпуска не позволил. Тем временем главный водитель самоката города Уфы, а по совместительству мэр того же самого города, окончательно провалив благоустройство окружающей среды и, не умея порадовать должным образом свое начальство, решил хотя бы их удивить. И удивить в этом случае разноцветными лампочками. Мавлеев решил облепить разноцветными лампочками эстакады проспекта Салавата-Юлаева. Ну, видимо, вместо ремонта дорожного полотна на том же самом Салавате-Юлаеве или устранения колеи. А возможно, разноцветные лампочки, они вместо того, чтобы создавать нормальные рабочие условия для дворников и прочих сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, я предполагаю это, потому что у нас очень много фотографий и подтверждений того, что Уфа приходит в упадок, и вот подписчики шлют нам бесконечные фотографии замусоренных дворов в городе, в частности, речь идет о домах по проспекту Октября 142, 144, 144-1, 142-1, 142-3, там дворники разбежались, там нет дворников, дворы замусорены, ничего не получается сделать, зарплату дворникам не платят, видимо, все деньги ушли на лампочки и поздравительные баннеры для Владимира Владимировича Путина. В безумном калейдоскопе событий, которые мелькают вокруг нас в последние 8 месяцев, мы как-то забыли о том, что завершился уже четвертый год правления Хабирова Республикой Башкортостан, сам юбиляр скромно не стал подводить никакие итоги почему-то, башкирские СМИ уделили этому событию чисто символическое внимание, но наш телеграм-канал «Открытая политика» не оставил без внимания эту историческую веху, и мы провели опрос среди подписчиков, пытаясь понять, как же они оценивают эти 4 года правления Радия Хабирова. В опросе поучаствовало рекордные 1400 человек, и результаты оказались следующими. Только 4% считают, что период правления Хабирова – это эпоха процветания региона. Многие шутят о том, что эти 4% – это и есть те самые чиновники, которые числятся в наших подписчиках. 8% считают, что Хабиров еще не начинал, но скоро начнет и покажет нам класс. 9% опрошенных просто не заметили замены Хамитова на Хабирова, что, кстати, мне показалось странным. И абсолютно подавляющее большинство, 79%, считают, что эти 4 года – это период глубокой деградации Башкортостана. Я, кстати говоря, тоже так считаю. Причем деградации во многих, если не во всех областях, особенно меня беспокоит деградация системы управления. Вот та самая управленческая команда, как любит говорить Хабиров, вот эта команда Хэ. Это, конечно, очевидная деградация. И если у вас есть свое мнение или желание что-то обсуждать, может быть, у вас есть желание участвовать в наших опросах, тогда вам точно нужно подписываться на наш телеграм-канал «Открытая политика». Его очень несложно найти в телеграм, вбиваете в поисковике наверху «Открытая политика» и получаете наш телеграм-канал с уже привычным логотипом. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, по возможности помогайте каналу, и мы будем стараться работать для вас. Субтитры подогнали Симон.